Я слушаю уважаемого оппонента, и знаете так, почему улыбаюсь, потому что вы показываете пример создания мифов, и миллионы людей смотрят, слушают таких как вы, вас лично, и думают, вау, вот это да, да там же действительно живут жидобандеровцы, нацисты, всякие другие сволочи, вот они даже нам разговаривать не дают. А хоть одно из этих слов было произнесено, Александр Ильич? Хотя бы одно. А на самом деле речь идет совсем о другом. В 2014 году ни в едином законопроекте не было слов запретить употребление русского, там, российского, либо какие угодно вариации языка. Речь шла совсем о другом. Был зарегистрирован там несколько лет назад закон о скосувании, об отмене, об отмене закона о языках, принятого с подачи Кивалова-Колесниченко, в котором русскому языку давались привилегии даже по сравнению с украинским. Но не было порядка, каким образом употреблять языки вообще. Идея была, свободовцев, кстати, националистической партии, которая инициировала, я считаю, неуместно, кстати, тогда не до этого, другие нужно было принимать решение, но они инициировали голосование, и голосование прошло. Так вот, их идея была обнулить ситуацию, а потом постепенно, потихоньку выработать такой закон о языках, который бы полностью соответствовал региональной хартии о языках языка. А обнулить, как вообще никто ни на каком языке не разговаривал? Но ситуация не нашла своего развития. Как вы правильно заметили, что господин Турчинов, тогдашний спикер парламента, его президента, не подписал его, и до сих пор остается тот же самый закон Кивалова-Колесниченко, в котором привилегии и преимущества для российского языка просто беспрецедентные, учитывая, что это государство Украина, а не Россия. Второе, относительно закона об образовании. Я специально, когда готовился на передачу, посмотрел сравнительный анализ. Какая статья вызывает самое большее нарекание, в первую очередь со стороны венгров, румынов там и так далее, но я думаю, что и россиян. Статья 7, которая звучит... И так далее. Поляки, кстати, очень осторожно. То есть они не так гладко с Польшей-то, а? Поляки не так реагируют, как те же самые венеры, либо румыны. За это я очень благодарен Польше и вам лично, Якуб. Так вот, статья называется так. Язык образования. Какая была редакция до момента принятия нового закона? Язык образования определяется статьей 20 закона Украины об основах государственной мовной политики. Да, языковой политики. Какая сейчас статья? Слово в слово то же самое, то же самое. Но добавляется еще один абзац. Лицам с ограниченными образовательными возможностями обеспечивается... Обеспечивается, я просто с украинского перевожу, права на образование с помощью наиболее доступных для таких лиц языков, наиболее доступных для таких лиц языков, методов и способов общения. В том числе через обучение жестовой мовой черептом Брайля. Что не так? Пока была жесткая статья, которая говорила, что только основное язык... Вы можете получить опыта в русском языке и используйте язык. А сейчас... Да подождите. Это же одна категория лиц, которые не могут разговаривать. Вы запрещаете русский язык к 2020 году объяснить? Ответьте на главный вопрос. К 2020 году можно будет по-русски учиться? В законе, там есть положения, которые постепенно приведут к тому, что больше и больше школ перейдут на образование на украинском языке. Специально для вас. Приезжайте, посмотрите, где такие классы есть. Продолжайте. Продолжайте. Смотрите, святая обязанность любого государства обеспечить равенство прав. А какая сейчас ситуация? По конституции равенство прав есть, а на практике нет. Потому что, например, приезжает человек с Берегова, это община такая венгоговорящая, и он не может даже тест на украинском языке сдать, не говоря уже о том, чтобы сдать тест по математике, претендуя на должности в исполнительных органах власти, в судебных органах власти. У нас все идет сейчас по конкурсах, понимаете? И те люди, которые не владеют... Так а вы его не берите на эту должность. И люди, которые не владеют совершенствами украинским языком, они не имеют шанса попасть в Украину. А нас, например, как Украину, как государство, это не устраивает. И вы решили их заставить. Подождите, должны быть во власти, в органах государственной власти, в судебной системе представители всех народностей, народов, наций, которые живут в Украине. И русские тоже. Конечно, а как же. Дай бог, не дай бог. Поэтому, смотрите, это преимущество. Но я повторюсь еще специально для вас, Калия. Сложнейшая логика. Сложнейшая логика. Сопрета на российский язык не в природе. Нет такого языка в природе. Российского. Есть русский язык. Нет ни в одном законодательном акте. Нигде. Приезжайте в Киев, посмотрите, как общаются на улицах. Я не пускаю в Киев, так что я туда не могу. Ну, наверное, нарушили законодательство. Вообще, давайте сделаем эксперимент. Мы поедем во Львов, выпьем бутылку водки, я угощаю, а потом я на рынке спою калинку. Спойте. Давай, давай. Я готов. Вы снимите на видео, а потом пришлете нам. Пока мы не прибежали, как она реплика. Президент Порошенко, подписывая этот закон, дал поручение МИДу и Министерству образования проработать спорные вопросы с международным сообществом. В первую очередь, Советом Европы. Оно уже ответило вам, международное сообщество, только что, Вадим Валерьевич. Есть грамотные рекомендации от Совета Европы. Есть грамотные рекомендации от Совета Европы. Но я не исключаю, что какие-то изменения будут и внесены. Это же не священная корова. Нет, подождите, обратите внимание, вот что касается грамотных рекомендаций, Венгрия будет блокировать официальное заявление Европейская правда, газет, хорош, наверное, блокировать любое дальнейшее сближение Украины, Вадим Валерьевич, и Европейского Союза официальное заявление Министерства иностранных дел Венгрии. Да, да, Венгрия приняла закон об образовании, на нее там сколько было собак повезло, не дай бог. И, конечно, для них сейчас это как повод, как на украинском языке мы говорим, як знахедка, как находка, да. Ура! Украинцы приняли какой-то закон, который можно перенести внимание с нас на них. Ну давайте все-таки будем честными и профессиональными. В данном конкретном случае речь идет не о сути, а о поводе для того, чтобы себя отвести какие-то там удары, использовать это в политических целях и так далее. Ой, Вадим Валерьевич, Вадим Валерьевич, Вадим Валерьевич, а ведь Ольга как раз о сути, о сути спрашивает. Суть в том, что есть сейчас на Украине 10% школ, в которых обучаются на русском языке. В 2020 году их не станет. Это суть. Вот она, единственная суть. Заодно вы уничтожите всю техническую документацию на вооружении и военно-технике, боевые уставы, запретите ВСУ переговариваться по радиосетям на русском языке. И бюджетам, кстати. А там тоже языком жестов. Вадим Валерьевич, пожалуйста. За 100 километров. Вы обоснованно пытаетесь видеть украинский язык. В мире украинский язык считается вторым по мелодийности после итальянской. В Украине... Ой, да мне кажется первым, первым, Вадим Валерьевич. Если в советское время насадживалась идеология русскоговорящего, то сейчас наоборот. В Украине все больше и больше людей, даже в русскоговорящих регионах, переходят на украинский язык. Если мы сейчас заспорим, то весь зал подхватит. Конечно, я знаю. Начинайте. Я, например, нормально отношусь к русскому языку. Но мой родной украинский, в Украине родной язык для большинства граждан украинских. Это не значит, что мы запрещаем русский. Подождите, но заспевать не стал, не поверил. Вадим Валерьевич, а где мода? Где мода-то? Уточните, пожалуйста. Ну где? Вот еще, например, смотрите, где-то 7-8 лет назад мой сын любил говорить на русском языке. Он говорит... Нет, в мире, в мире где мода. В Киеве понятно. Среди сына Вадима Валерьевича. Он говорит, папа, так русский язык это модно. А сейчас он не позволяет себе на русском языке говорить, потому что он говорит, папа, а сейчас модно на украинском. Все мои друзья на украинском говорят. Вот так вот. И вы решили подписать закон, действительно. Хороший аргумент. Давайте и другим дадим высказаться. Ну, во-первых, я хотел прокомментировать ваш отличный сюжет. Я понимаю всю глубину зависти, с которой вы обсуждаете личность семейства Порошенко. Я понимаю, что в такой стране, как ваша, это обоснованно, но у вас есть все шансы исправить ситуацию. Я уверен, что у Юлии Навальной есть все шансы стать первой в истории вашей страны красивой первой леди и рекламой страны на всю страну, так как Марина Порошенко или Мелания Трамп. Но, вот, в том, что касается языка, скажите, пожалуйста, вот Андрей Иванович, Андрей Иванович Садовой, это украинский националист или нет? Вы слышали, на каком русском языке он недавно с Жанной Борисовной общался? Жанна Борисовна Немцова, вы хотели сказать. Я такого русского языка у многих русских не видел. Ну, так нельзя теперь будет. И, как вы понимаете, как нельзя? Ну, в школе выучатся дети, которые так не смогут. А почему? Это их дело. Как почему? Так решили? Если они захотят учиться. Где учить? У них будут все страны. После школы? А то, что... Чтобы запрещать преподавать родной язык, Оля. Дело только в том, что все дети в Украине, как и все дети в России, в Польше, в любой другой стране, должны общаться на государство. В государственном языке этот закон исключительно про это. А если они хотят учить еще 15 других языков, у них есть все шансы это делать. За деньги после школы? Нет, в школе. В школе? Если это венгерская община, будет венгерский язык. Если там татарская, татарский. Если там болгарская, болгарская. У государства есть... Факультативно! Факультативно! Это просто происходит. Конечно же, отменяют. Ставится на второе место после государственного языка. Я же говорю, факультативно, за деньги. Говорили на государственном языке. Нет, нет, это не правда. Вы что? На украинском. И в этом плане Украина как раз приближается к стандартам Евросоюза и всего телевизионного мира. Секунду. Сколько соблюдай европейскую карту. Назвался груздем. Полезай в кузовок. Полезай в кузовок. Сколько бы не было в европейских странах меньшин, все... Как раз грибникам будет приятно сейчас как раз сезон.